Это деревня Велевщина. Именно здесь стояла гарнизоном первая рота 201-го украинского батальона, которым командовал Роман Шухевич. Самая старшая из всех местных жителей Варвара Иосифовна под обед. Ей далеко за 90. Конечно, многое забылось, но полицаи из соседней Украины запомнились навсегда. Это одна из самых любимых народных мелодий бывшего выпускника Львовской консерватории Романа Шухевича. Танец с топорами, старинная боевая гуцульская пляска, называется «Аркан». Танцоры подбадривали друг друга криками «Гойда» и «Чубарьё». Поучаствовать в разговоре изъявили желания все жители Велевщины старшего возраста. Почему-то раньше у этих людей никто не спрашивал, что им довелось пережить во время бандеровской оккупации, как вели себя здесь Шухевич и его вояки. Украинцы тоже были поганые. Ого, какие были украинцы лихие, хай бог крыть. Но они были наняты у немцев. Да, им же немцы зато платили, что они это били. Они же добровольцы. Они были добровольно делали. Да, были добровольцы. Ну тогда я уже, сейчас нехто указал его. Его тогда побивали украинцами. На моего отца кто-то донес. И тогда его украинцы начали бить. Били неделю. Вся кожа потрескалась. Загноилась. Завелись черви. И ни одного его так били. Многие поумирали. Они же поумирали уже. Они же уже поумирали вообще. Котовали бабу мою. Они пытали и мучили мою бабушку, которой тогда было 52 года. Они ее убили. И мама моя инвалидом осталась. Потеряла левую руку. Только два пальца у нее осталось. Остальные пальцы оторвали. Вот это что сгорело. Сгорело, что не сгорело. Наши хаточки, наши изгорели документы. И это все погорело. На декоре. По приказу немцев полица Ишухевича постоянно прочесывали окрестные леса и болота. По карте определялся квадрат 12 на 12 километров и начиналась облава. Таким способом весной, летом и осенью 42 года уничтожено свыше 2000 белорусских советских партизан. Число жертв среди мирного населения определялось лишь приблизительно. Понятно, что их было в несколько раз больше. Села уничтожались вместе с жителем. На территории Хатынского мемориального комплекса находится кладбище сожженных деревень. Есть тут и населенные пункты Витебщины. Вот, кстати, и деревня Порщаха, наша соседка. Соседка, да? Да, по соседству была деревушка. С нами спали на воде на тот же день. Пожилые люди часто приходят сюда, чтобы поплакать, помянуть своих родных. Они проклинают старых бандеровцев, которые сегодня устраивают торжественные шествия в городах Западной Украины. А те, гады, какое им прощение, если они сценивались над детьми. Ну, как можно палить ребенка два года, полгода, десять лет или там подобное. А кого спалили? Женщин, стариков, детей. Потому что все мужики то в армии были на фронте, то в партизанских отрадах были. И уже было. Таких вот, таких людей жгли. Над такими людьми издевались. Чем они виноваты? Чем они провинились перед белым светом? Ничем же. Какое-то... Такими прощениями. Если им хватит 70 лет, так гады они. И все. Тогда, в годы войны, белорусы не остались у фашистов в долгу. Суровый партизанский закон гласил кровь за кровь, смерть за смерть. Сохранились письма из Лепеля, которые писал военный капеллан украинского полицейского батальона духовник Шухевича, отец Псевна. Они хранятся во Львовском госархиве и даже опубликованы в интернете. Вот о чем пишет униадский священник. Партизаны действуют агрессивно, не видим конца. Березовыми крестами устилаем наш воинский путь. 30 сентября похоронили в общей могиле 26 лучших хлопцев во главе с командиром Романом Кашубинским. Целый взвод партизаны высекли в пень. Не такого финала для нашей борьбы мы ожидали. К осени 42-го бандеровцы были разгромлены. Они побросали свои лесные гарнизоны и сбежали в Лепель под охрану моторизованных частей германского вермахта. А вскоре и вовсе убрались в Освоясе к себе во Львов.